И всем привет, друзья! С вами снова я, Кёрплинг, и сегодня мы с вами поговорим о разводе в интернете, а точнее о финансовых пирамидах, почему всё это полное наидалово, в которых вы можете потерять свои деньги и отдать их мошеннику. Кстати, всё это проверено на моём личном опыте, и можете сами попробовать, но я вам не рекомендую. Я не говорю, что вы гарантированно потеряете вложенные деньги, просто заработают на этом лишь единицы, а 98% людей тупо прогорят. Прежде всего, финансовые пирамиды это временные сайты, которые будут существовать недолго, типа месяца 2-3, ну максимум год. В основном это всякие экономические игры с выводом денег, но вы сейчас всё поймёте. Весь прикол состоится в том, чтобы вы покупали за реальные деньги разные виртуальные предметы на сайте. Тут чего только нет, птички, заводы, поезда, пчёлы, драконы и полно другого всякого хлама. Так вот, чем дороже виртуальный предмет вы купите, тем больше у вас будет пассивный ежемесячный доход. Давайте рассмотрим один пример. Сайт Rich Birds. Заработай на своих яйцах. Этот мощный лохотрон просто взорвал интернет. Здесь нужно покупать птичек, которые будут вам приносить яйца. Эти яйца надо продавать за реальные деньги. Вон, самое задрипанное, например, стоит 1000 серебра. Ну, 10 рублей. Здесь 100 серебра равны 1 рублю. Кстати, её можно купить сразу, так как 1000 серебра даётся нам в подарок при регистрации. Мы можем купить самую дорогую, красную птичку, за 5000 рублей. И получать с этого 200 рублей в день, что довольно-таки неплохо. Вы тогда меня спросите, а что в этом плохого? Покупаешь всяких птичек и абсолютно ничего не делаешь, зарабатываешь на этом? Сейчас я всё объясню. Есть и создатель проекта, и мы, пользователи. То есть лохеры, которые на это ведутся. Допустим, зарегистрировались первые 3 человека. Мы будем это называть этажами. После них ещё 4. Первые хотят купить, например, самых дорогих птичек. Вложенные деньги сразу же передаются мошеннику, ну, создателю. Теперь, чтобы первые 3 получали свой доход, нужно, чтобы вторые тоже купили птичек. Эти деньги постепенно передаются первым пользователям. Как же будут получать люди на втором этаже свой доход? Всё очень просто, друзья мои. Должны зарегистрироваться следующие. Потом ещё, ещё. Таких этажей до хрена. Вот и получается пирамида. То есть вы получаете деньги от людей, зарегистрированных после вас. Ну, если они тоже вложили, конечно же. А что тогда произойдёт, если перестанут заходить новые пользователи на проект? Да, правильно. Мошенник просто-напросто закроет сайт и сгребёт все бабки пользователей себе. Это и называется скам. Когда проект тупо закрыт и фиг ты туда войдёшь. То есть вы поняли. Вы можете вложить туда 2000 рублей, а на следующий день наступает скам проекта. И вы прогораете. Но помимо этого, на Ричбёрдс ещё существует игровая зона с азартными играми. Которая и как раз рассчитана на лохов. Это ещё не всё, чуваки. Для вывода нам ещё и заставляют пополнить баланс на 30 рублей. И это ещё не факт, что вам дадут вывести после этого действия. Может быть и такое, что проект уже давно соскамился. Но всё ещё открыт. Открыт-то он и открыт. Но хрен ты там выведешь. Какая-нибудь ошибка сервера вылетит при выводе. Или типа рефералов надо какое-то количество привезти. Ну или пополнить определённую сумму денег. Короче, всё что угодно вам там напишут. Но только не дадут вывести. В принципе на таких проектах существует ещё заработок без вложений. А именно серфинг сайтов, где нужно просматривать рекламные сайты. За которых можно получать реальные деньги. Например, вы просматриваете рекламный сайт в течение 40 секунд. И за это вам зачисляются 5 копеек. Вау, офигеть! 5 копеек за 40 секунд. Давайте бросим работу, школу. И будем тупо сидеть дома, тыкать целыми днями на серфинге и жить на этом. А чё, отличная идея. Как-то раз я наткнулся на один проект, где надо покупать лесорубов. Самый дряхлый лесоруб дарится при регистрации в подарок. Он, кстати, приносил мне неплохую прибыль. В один прекрасный день на моём балансе накопилось уже 90 рублей. У меня был кошелёк Payer. И поэтому мне хотелось их туда вывезти. Ну и конечно же, при выводе вышла ошибочка. Где было написано, типа, средства не выведены. Пополните свой баланс минимум на 100 рублей. Представляете чё? Я реально перевёл 100 рублей на сайт. Конечно, за эти деньги я мог купить дополнительных лесорубов. Подороже. Но было уже поздно. Как только я перевёл на проект 100 рублей, можно сказать, я подарил их уже мошеннику. Оказалось, что при выводе такая же ошибка выскочила, что и раньше. Средства не выведены. Пополните свой баланс минимум на 100 рублей. И тут у меня просто было чувство досады. Я чувствовал себя обманутым. Но вы, наверное, скажете. Ну, потерял 100 рублей. И что такого? Это же не критично. Ну да, 100 рублей это только с одного человека. Представляете, если 500 человек были обмануты, как и я. Это что получается? Мошенник уже собрал 50к рублей. И это ещё, если не брать в счёт те люди, которые вложили и больше, чем 100. Например, 300. Или 700. Или даже косарь запросто. Такие люди бывают. Тогда в этом случае было бы в разы больше, чем 50к рублей. До этого времени я посещал и другие пирамиды. И смог на этом заработать. Ну, типа 200 рублей. За несколько месяцев. Класс. С тех пор я уже больше не связывался с финансовыми пирамидами. Да, существует ещё очень много таких проектов. И не обязательно экономические игры. Например, самые крупные. Кэшбери, МММ, Копперинвест и другие развели миллионы людей. Финансовые пирамиды нелегальны. Но всё же используются. Я вот что вам скажу. В интернете лёгким способом не заработаешь. Чтобы заработать в интернете реально по-настоящему, надо не какие-то там лесорубов покупать, а вкладывать усилия и труд. Только так, друзья мои. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну, а мой ролик подходит к концу. Вы можете, конечно же, потестировать какую-нибудь экономическую игру. Ради прикола так, ну, не вкладывая ни копейки, чтобы не рисковать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кёрплинг. И если вам понравилось это видео, почему бы вам не поставить лайк и не подписаться бы на мой канал? Будьте осторожны с разводом в интернете. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok